МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Удмуртии первому вице-премьеру России Игоря Шувалову, Приволжскому полпреду Михаилу Бабичу и представителям бизнес-сообщества презентовали карту инвестиционных возможностей региона. Чтобы достойно встретить гостей и презентовать карту инвестиционных возможностей, на территории концерна Калашников построили целый павильон. А чтобы ее составить, команде временно исполняющего обязанности главы региона понадобилось три месяца. Ежедневная встреча с людьми, муниципальными властями, предпринимателями. Итог – большой проект, который призван рассказать потенциальным инвесторам о том, чем сильна республика и куда можно вложить деньги. Со своей стороны команда Александра Причалова обещает малому и среднему бизнесу Удмуртии его продвигать. Сегодняшняя встреча с инвесторами тому явное подтверждение. И не мешать. То есть никаких лишних проверок и никакой беготни по кабинетам. Я вам приведу пример, как можно не мешать предпринимателю. Кто-то хочет проинвестировать в Удмуртии, он заходит на сайт. На сегодняшний момент, если я не ошибаюсь, пять министерств Удмуртии, еще 12 подведомственных учреждений так или иначе отвечают за предпринимателей. Представляете? То есть даже министерство спорта, если я не ошибаюсь, отвечает за предпринимателей. То есть что это означает? Что я пришел в одну дверь, потом в другую, везде там прошло 30 дней, еще там 60 дней. И, Господи, должно быть одно окно. Одно окно и один главный инвестиционный портал, на котором будут наглядно показаны сотни объектов. Те самые, которые ждут поддержки инвесторов. А их сегодня в Удмуртию приехало почти 300 человек. И некоторые уже сейчас готовы подписать соглашение. Удмуртия в России 90% стрелкового оружия, 50% специальных стали и сплавов, 20% авиационной техники, первое место в выработке твердых сыров, третье место по производству оборудования для молочной промышленности. И республика входит в пять основных регионов производителей мебели России. И по экономике вы можете конкурировать с такими регионами, как Тадарстан, хотя у вас население гораздо меньше. Но все возможности для этого есть. Хочу, чтобы вас поддержали предприниматели, знав, что вы предприниматели будете поддерживать. И надеюсь, что за годы вашей работы здесь мы будем наблюдать результаты, которые станут свидетельством того, что небогие горшки обжигают. Все делают люди своими руками. В последний день июля в Нижнем Новгороде было открыто движение по новому автомобильному мосту через Волгу. Несколько дней эксплуатации свидетельствуют о том, что пробок на этом участке Кировской трассы нет. Изменилось буквально все до неузнаваемости. Новые дороги в несколько полос и развязки, о которых напоминают информационные аншлаги. Главное Борское направление поехало. Средняя скорость потока почти 100 км в час. Две полосы в сторону Нижнего Новгорода, две в сторону Бора. Через каждые несколько сот метров для водителей информационные указатели. Отмечается, что пропускная способность новой транспортной системы теперь должна увеличиться в три раза. Отвечает уже под современные нагрузки, современным требованиям. Новые ГОСТы, новое асфальтобетонное здесь покрытие. Также литой асфальтобетон был использован. Все эти слова были бы просто звуком, если бы не единое мнение водителей. У меня даже, наверное, переполняют просто эмоции. Я не ездил так ни разу, как проехал сегодня. Настолько быстро, мгновенно, можно сказать, проехали. Сделали очень хорошо, по-своему. Уже не так стоишь в пробках. Минуешь все поселки. Надо будет еще сделать развязку неклюдового золота. Мы сейчас проект передали, строить экспертизу. Думаем, что в этом году проведем конкурсные процедуры. И начнем строить. На паромной переправе сегодня утром по-прежнему много автомобилей и пассажиров. Многие просто побоялись ехать через мост. Но даже аналитические порталы городских пробок показывают ноль баллов на Борском направлении и в 8 утра, и после полудня. А значит, отметили в ГИБДД, цель достигнута. Пробки нет. И утомительный реверс больше не понадобится. Оренбургская область вошла в число регионов, которые получили государственную поддержку на развитие санитарной авиации. На днях в первый полет отправилась машина с новой реанимационной техникой. Первый рейс санитарного вертолета Ми-8. Буквально через несколько минут эта машина отправится в Бугуруслан, где возьмет на борт первых пациентов. На автомобиле на это бы ушло 6 часов. Время в полете 1 час 20 минут. Главная задача тех, кто управляет винтокрылой машиной и медиков на ее борту, успеть. Правило золотого часа, в течение которого вероятность спасения пострадавшего наиболее высока. Кардиомонитор, функция дефибриллятора позволяет следить за показателями жизни пациента аппарата ВЛ. Здесь есть все необходимое для интенсивной терапии и проведения реанимационных мероприятий. Оснащение позволяет перевозить пациентов любой сложности и тяжести. Анестезиолог-реаниматолог Павел Орлов в числе тех, кто прошел спецобучение для работы в санавиации. В принципе он может садиться практически везде. Мы садились и в поля, бывало, была необходимость, потому что в некоторых районах мы садились и на площадки. И при необходимости на трассу, на трассу это отдельно согласовывать просто нужно. Вертолет с экипажем и медиками будет дежурить круглосуточно. Для того, чтобы отправить его к месту назначения, потребуется не больше получаса. Генеральный заказчик транспортной услуги – областная клиническая больница. У нас была санавиация, но аппаратуры то не было. Сегодня все решили, самое современное оборудование стоит там. Федеральная программа, уже и деньги пришли на санавиацию, именно на полеты, оплачиваемые с федерального бюджета. За первое полугодие 2017 года помощь от специалистов областной службы санавиации получили 444 жителя Оренбуржья. Воздушным транспортом эвакуировали 16 человек. Вертолет, оборудованный по последнему слову техники, приступил к работе. Специалисты утверждают, что с его появлением неотложная медицинская помощь в регионе станет более эффективной. В Чувашии активисты Общероссийского народного фронта проводят рейды по лечебным учреждениям республики. Недавно общественники проверили доступность и качество медицинской помощи в Мариинском посаде. У общественников отлаженный алгоритм действий. В первую очередь они направились к лаборатории, где по утрам пациенты сдают анализы. И наверняка много народу. Но у морпосадца день начинают рано, и после 8 возле кабинета практически никого не осталось. Зато есть очереди на прием к врачам. Летом многие доктора стараются взять отпуск. Практика показывает, что и большого наплыва пациентов в это время года не бывает. Поток больных растет с осени. Вот и единственный врач ультразвуковой диагностики тоже собирается в отпуск. Вот сейчас мы были у терапевта, она сказала, до середины сентября и не ждите никаких направлений на отпуск. Вот и сижу и жду, чтобы договориться платно сделать УЗИ. В то же время УЗИ можно было бы сделать и в Чебоксарской клинике, откуда недавно был выписан пациент. Но зачастую столичные врачи не в полном объеме проводят диагностику, уповая на районных коллег. А пациентам некуда деваться. Остается или платить за процедуру, или ждать очереди. Хотелось бы, что у нас в городе было. А узкие специалисты в районной больнице на вес золота. Большинство врачей предпенсионного возраста. Самим бы подумать о здоровье, но приходится работать со сверхнагрузкой. За время приема успеть бы принять всех больных. Понятно, что качество медицинской помощи в этом случае не на должном уровне. Картина, в основном, она общая. Это нехватка кадров, это низкая заработная плата медицинских работников. И, конечно же, иногда мы видим, что пациенты жалуются на отсутствие этики и диетологии со стороны медицинских работников. Еще один важный аспект в оказании медицинской помощи – комфорт. В помещениях скромно и чисто. Больничная территория облагорожена так, что больше похожа на сквер. В женской и детской консультации недавно провели капитальный ремонт с реконструкцией. Малышам здесь нравится. Не каждая столичная детская поликлиника может похвастать подобными условиями. Но у экспертов Общероссийского народного фронта есть замечания. Нет указателей маршрута. Впервые оказавшись в больнице, очень сложно ориентироваться, где и что находится. Нет соответствующих условий для инвалидов. Не везде есть пандусы. В санитарных комнатах отсутствует оборудование по требованиям доступной среды. Но главный врач больницы Валентина Язюкова заверила, в ближайшее время недочеты устранят. Минздрав должен выделить средства. Сейчас все внимание жителям села. В Мариинско-Пасадском районе 29 фельдшерско-акушерских пунктов. Пять из них – новые модульные. На днях откроют еще один. В октябре – следующий. Но в пяти из них нет фельдшеров. Врачи с нетерпением ждут выпускников медицинских вузов и колледжей. Если устранить главную проблему – нехватку кадров, можно уверенно говорить о качестве помощи. Только тогда появится возможность планировать потоки пациентов, устранять очереди и на прием к врачу, и на обследование. В рамках проекта «Народная оценка качества» активисты Общероссийского народного фронта намерены проинспектировать как можно больше лечебных учреждений и собрать мнения жителей республики. Жители Кировской области с размахом отметили праздник Истабенского огурца. Ежегодный фестиваль народных промыслов в Воричевском районе стал еще одной визитной карточкой Вятского края. Нас собрал девчат веселых! Истабенский огурец! К выходу на сельскую площадь многие готовятся тщательно, придумывают идею и костюмы. Оттого праздничная колонна всегда пестрит яркими красками в сочетании с необычными образами. Главный же виновник торжества на этот раз пришел на праздник, чтобы жениться. Истабенскому огурцу исполнился 21 год. Возраст, когда приходит время начинать новый жизненный этап, так посчитали организаторы праздника, устроившие огурцу с невестой незабываемую церемонию враг-сочетания. Маленький он был, такой робкий, несмелый, только по селу бегал. На межрегинальный уровень он не выбегал. Но был очень такой отчаянный и всегда давал большой урожай. Только ленивый в Истабенске не выращивать огурцы. Сама земля здесь будто создана для этого. Причем огурцами может быть засажен весь огород. Но этим летом, как говорят жители села, ухаживать за грядками приходилось, как за младенцем. Сочные хрустящие истабенские огурцы можно было продегустировать на праздники. В его большой истории есть давние традиции. Это огуречный карнавал, засолки общей бочки, фестиваль гармонистов и сельские гречи на берегу Вятки. И есть новшества. Нынче одним из них стал мастер-класс по приготовлению окрошки. Народное блюдо вместе с шеф-поваром готовил наш знаменитый земляк, космонавт Виктор Савиных и ребят из школ-интерната поселка Торфиной. Умению готовить разнообразные блюда они учатся на уроках домоводства. Но это необычное учебное занятие надолго останется в памяти. Огурцы любят. Мы сами их выращиваем на своем огороде. Так что и огурцы, и помидорки, чтобы свежие овощи были всегда на столе. Главный же истабенский герой пригодился и на игровых столах. На празднике впервые был проведен турнир по огуречному домино, а также сеанс одновременной игры по огуречным и подпошашкам и подгодки под лозунгом «Съешь меня, если срубишь». Очень понравилось, очень интересно. Особенно игра с детьми весела. Кто вы играл? Сын, которому 5 лет. Истабенск отмечал праздник окурца с утра и до самого вечера. Торжества в очередной раз доказали, что истабенский промысел живет и процветает. А сочный и хрустящий огурец по-прежнему главный на праздничном столе. Вы смотрели программу Вести Приволжского федерального округа. Субтитры создавал DimaTorzok